И то, как с нами обращались, когда умер мой отец, я думаю, это и стало началом всего. Я увидел, насколько это было двулично. Духовенство было там для себя, а не для людей. А потом я начал возвращаться и сказал, ну, это как-то... всё это как-то глупо. И я никогда... я просто перестал верить. Я начал задаваться вопросами и работать над этим в своей голове. И я пришёл к тому, что это больше не имеет никакого смысла для меня. Да. Так что... Да, у многих людей есть подобный опыт. Это опыт чего-то, что называется проблемой страдания. Это то, о чём вы говорите. Так что многие люди говорят об этом. Что у них был какой-то опыт или какие-то страдания в жизни, и они были глубоко религиозными, а затем многие из них оставляли религию. Для меня в этом есть что-то очень интересное. И вы можете сказать мне, что вы думаете об этом. Страдание должно быть данностью, когда вы верите в Бога. Это утверждение, которое я бы лично сделал. Если вы действительно верите в Создателя, и вы утверждаете, что верите в Создателя, испытание — единственное, что докажет, действительно ли вы верите в Создателя или нет. Так что если я скажу, например, что «А какая разница для Создателя?», я отвечу «Нет проблем». Дело в том, что Бог поместил нас в эту жизнь. Какова причина того, что мы находимся здесь, в этой жизни? Это первый вопрос, который нам нужно задать. С нашей точки зрения, как мусульман, мы верим, что мы здесь, чтобы пройти испытания. Так что когда вы задаете этот вопрос, мы говорим, если это жизнь испытания, то в этой жизни будут испытания трудностей и неудобства. Хорошо? И Бог вознаграждает тех, кто поступает правильно, и карает тех, кто делает зло, верно? Так что поскольку мы живем в испытаниях, это цель нашего существования в этой жизни, то мы столкнемся с подобными вещами, верно? Так что если у вас есть друг, который говорит «Я пойду за тебя на всё». И когда вы оказываетесь в трудной ситуации, вам нужны деньги, вам нужна помощь, и вы звоните ему, и он не отвечает, он не помогает вам. И тогда вы узнаете, что он не любил вас по-настоящему. Потому что дело не в утверждении, которое вы делаете, а в поведении, которое вы предпринимаете после этого, верно? Поэтому мы говорим, что Бог испытывает нас в этой жизни. Аллах, аз-за-вачалля, говорит в Коране, «Афахасибан насу айютраку айякулю амэнна вахум ляйфтанун?» Неужели люди полагают, что их не подвергнут испытанию после того, как они скажут ему веровали? Мы уже подвергли испытанию тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, кто говорят правду, и непременно узнает лжецов. Потому что любой может утверждать, «О Боже, я верю в Тебя». Ты, конечно, утверждаешь, что веришь в Меня, но когда случаются трудные испытания, что ты делаешь? И порой мы любим мёрзкие вещи больше, чем Бога. Да, бывает. Есть люди, которые любят своих детей, своих жён, свои деньги. И Бог испытывает нас этими вещами. Хорошо, ты веришь в Меня. Я испытаю тебя лишением того, что ты утверждаешь, что любишь Меня больше, чем это. Так что давай посмотрим, будешь ли ты на самом деле вести себя в соответствии с тем, что ты говоришь, или нет. Так что это часть того, почему мы существуем. Мы здесь в этой жизни, как мусульмане, мы верим, что мы здесь в этой жизни не для того, чтобы просто играть и веселиться. Но мы верим, что это будет в загробной жизни. Нет смысла в награждении рая, если у нас будет всё в этой жизни. Какой вообще смысл иметь жизнь? Если бы у вас был выбор. Если ты ждёшь загробной жизни, почему бы Богу просто не создать загробную жизнь, где все поклоняются Ему? Бог, кажется, очень не уверен в том, что Ему нужно поклонение. Ему нужно, чтобы мы были идеальными существами для Него. Он, кажется, очень не уверен в своей роли. Хорошо, я отвечу на это. Вы сказали, почему бы Богу просто не поместить нас в рай? Да-да, и это упоминается в Коране. Просто пропустите этот ход. Аллах говорит в Коране. Если вы прочитаете Коран, вы увидите ответ в Коране конкретно на этот вопрос. Аллах Аззава Джалля говорит в Коране. Если бы мы наказали их раньше до того, как поместили в эту жизнь, они бы сказали, Он наш Господь. И Ему не придётся никого наказывать. Нет, но те, кто выбирают зло, они не заслуживают быть в раю. Если нет жизни, ты просто продвигаешься напрямую к загробной жизни. Нет-нет-нет, если... Он ведь мог просто создать людей, которые хороши в поклонении. Я имею в виду те, кто любят Бога. Но Бог уже сделал это. Он уже сделал это. Вы знаете, кто это? Кто? Ангелы. Итак, Аллах Аззава Джалля. Аллах Аззава Джалля. Создатель. Хорошо? Это выходит за рамки моего понимания. Нет проблем. Но если мы рассматриваем вещи с исламской точки зрения, то мы принимаем исламскую структуру верно? В этом случае мне пришлось бы ответить вам с исламской точки зрения верно? Да. Так что если вы спросите, почему Бог не сделал этого, я говорю вам, что Бог уже сделал это. В этом случае мы говорим, что есть создания, которые всегда злые, сатана, демон и так далее. И есть создания, которые всегда хорошие, которые всегда поклоняются Богу. Это ангелы. Так что если вы спрашиваете, почему Бог не создал, Он уже сделал это. Аллах Аззава Джалля одно из его имён – Аль-Халляк. Он постоянно создаёт. И эти создания имеют разные роли и разные цели, основанные на его мудрости. Мы один тип. И этот тип создания проходит испытания в этой жизни. Ему был дан выбор быть лучше, чем, как сказали некоторые учёные, лучше ангелов. Потому что у нас есть выбор. У нас есть выбор не повиноваться. У нас есть возможность не повиноваться, но мы всё равно повинуемся. Ангелы же никогда не ослушаются. Но так как у нас есть возможность не повиноваться, и мы выбираем повиноваться Богу, так что это будет лучше ангелов. Или мы можем быть хуже животных. Потому что животные просто следуют своими инстинктам и желаниям. Если мы будем делать то же самое, хотя у нас есть интеллект, в то время как у животных его нет, мы можем быть хуже животных. Так что это наш выбор. Вы то создание, которое может выбирать быть лучше этого или хуже этого. Так что Аллах даёт вам это испытание. Так что дело не в уверенности. Аллах, Адзаводжаля, говорит в Коране, Он не нуждается в нашем поклонении. Аллах свободен, самодостаточен, Он не нуждается в вас. Но Его не радует неверие в услуг. Он хочет вознаградить нас. Аллах создал нас в этой жизни, и Он хочет для нас добро. Он хочет помиловать нас. Он хочет вознаградить нас. Вы знаете как? В исламе, если вы совершаете один грех, вам записывается один. Или вы можете покаяться. Если же вы совершаете одно доброе дело, Аллах даёт вам 10 раз больше награды. От 700 до числа, которые вы даже не можете себе представить. Исходя из намерения, исходя из того, сколько усилий вы прикладываете в действие. Итак, Аллах не хочет вам зла. Если вы совершаете добрые дела, Аллах прощает ваши плохие дела из-за хороших дел, которые вы совершаете. Итак, Аллах, Адзаводжаля, Он хочет вам добра. Он посылает вам пророков, Он посылает вам посланников. Он отправляет вам людей, верно? Он даёт вам знаки, когда вы живёте своей жизнью. Аллах говорит в Коране, что Он показывает знамения всем людям. Аллах говорит в Коране, Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это и есть истина. Поэтому Аллах показывает вам знамения. Аллах показывает вам примеры, как этот удивительно спроектированный мир вокруг нас — это знамение, как это прекрасное дерево — это знамение. И то, что с неба не сходит дождь, и мы не контролируем его. И это дерево растёт само по себе — это знамение. И когда оно умирает, оно вырастает само по себе. Есть разные растения, прорастающие из земли, разных цветов и разных вкусов. И каждый отдельный фрукт отличается от другого фрукта, верно? И мы не контролируем это. Они питаются той же водой. Мы не добавляем вещества, мы ничего не делаем. Этот цикл происходит без нашего вмешательства. Бог даёт вам эти знаки своего существования. Он даёт вам эти знаки вокруг вас. Он создаёт животных и насекомых, которые делают чудесные вещи, которые мы не можем делать, как люди. Мы можем видеть удивительные социальные строи. Есть муравьи, у них есть колонии, у них есть система королев, у них есть тюрьмы. Все эти удивительные социальные системы, которые некоторые люди даже не могут имитировать. У этих муравьёв нет никаких развитых мозгов, как у нас. И где они поместятся у них? Так что это удивительно, откуда они знают все эти вещи с рождения. Так что Аллах вложил в эти творения эти удивительные механизмы и инстинкты, чтобы они были знамением для нас. Некоторые люди просят знамения. Но каждый день вы идёте, и вокруг вас 24 часа есть знамения. Все эти творения Бога являются знаменем для вас. Но вопрос в том, действительно ли вы поразмыслите над этим или нет. Но позвольте мне задать сейчас другой вопрос. Ну, это тоже очень круговое рассуждение. Это, как и Библия, очень круговое рассуждение. Как ты узнал об этом? Ну, потому что Бог так сказал. Как ты узнал, что это дерево здесь? Ну, Бог поместил его сюда. Вы как бы говорите, посмотрите на Вселенную. Это просто потому, что Бог сотворил так. Но если мы уберём Бога из уравнения, это то, что я собирался сделать на самом деле. Деревья всё ещё будут там. Но это то, что я собирался сделать на самом деле. Отлично, что вы сказали это. Мы идём в одном и том же направлении. Это не круговое рассуждение. Я объясню вам причину, почему это не так. Потому что я собирался прийти к этому. Итак, давайте перейдём к этому мировоззрению, о котором вы говорили. Рационально. Давайте уберём Бога из картины обсуждения, о которой мы говорим прямо сейчас. Может ли быть что-то из абсолютного небытия? 0 плюс 0 плюс 0 равно чему? Нет, из абсолютного небытия нет. Да. Так что это означает, что если сегодня есть творение, никогда не было момента, когда не было ничего. Это возможно. Нет, это невозможно. Мы просто не знаем. Нет-нет, но вы только что согласились со мной, что нельзя иметь что-то из абсолютного небытия. Но это не значит, что всегда было абсолютное небытия. Нет-нет, я не говорю этого. Я говорю, что никогда не было абсолютного небытия. Хорошо. Потому что если бы оно было, то сегодня по определению не может быть чего-то, о чём мы уже договорились. Верно? Так что абсолютного ничего никогда не было. Это значит, что всегда было что-то. И мы знаем, что у Вселенной есть начало. Так что это определённо не Вселенная. Но вы не согласны с большинством учёных? Мы не знаем. Вы не согласны с общим согласием? Мы не знаем, что было в начале Большого Взрыва. Мы не знаем, что именно было в тот момент. Даже если там было что-то. Нет проблем. Это было всегда. Да. Но вы говорите, что это дыхание Бога, верно? Нет-нет, я просто говорю, давайте порассуждаем, что бы это ни было. Ладно. Давайте разберём материю и энергию, которая, как мы знаем, не является сознательной. Она не действует, потому что мы видим материю и энергию. Так что чем бы ни были эти энергии и материя, которые существовали, они должны были произойти от чего-то другого. И это то, что начало Всевселенную, в которой мы находимся. Что означает, что есть что-то, что привело в существование то, что начало Всевселенную, в которой мы находимся. Теперь это то, что мы называем Богом. Так что когда я говорю, что Бог сделал то и это, я на самом деле просто говорю, что сущность, которая создала энергию и материю, и стала причиной появления Вселенной, это то, что мы называем Богом. Так что я не считаю, что в этом есть круговое рассуждение, потому что мы согласны, что невозможно получить что-то из ничего. Это часть, о которой мы ничего не знаем. Ты можешь назвать её Богом, я могу назвать её, скажем, не знаю, Богом. Частичкой энергии. Хорошо, позвольте мне спросить вас об этом. Когда вы смотрите на... Я скажу вам, я скажу вам, почему мы согласимся с определением того, что это такое. Потому что, когда вы смотрите на Вселенную, Вселенная демонстрирует определённые вещи. Мы говорим, что вам нужно, какие атрибуты... Кстати, как вас зовут, можете ли напомнить мне? Джон, можете ли вы сказать мне, какие атрибуты вам нужны, Джон, чтобы создать Вселенную? Если бы вы хотели создать Вселенную, какие бы атрибуты вам понадобились? Какие необходимые атрибуты вам нужны? Например, если бы я попросил вас создать другую Вселенную, что вам для этого нужно? Ну, я не очень задумывался об этом. Знаете ли вы, почему вы сильно задумываетесь об этом? Потому что, основываясь на атрибутах, которые вам требуются, этими необходимыми атрибутами будет обладать тот, кто привёл Вселенную к существованию. Поэтому мы говорим, когда вы смотрите на Вселенную, вам понадобится колоссальное количество энергии или силы, которые вы даже не можете себе представить, потому что вся Вселенная состоит из атомов. И вам понадобится интеллект, знание и мудрость, чтобы размещать вещи в своих местах и всё такое, как цикл орбит, магнитные волны и всё это во Вселенной. Всё это необходимые атрибуты. И вы должны быть до Вселенной. Вы не должны быть связаны пространственным временным континуумом, в котором мы находимся. Все эти вещи — это то, что мы называем Создателем. Так что, даже если вы используете другие имена, потому что мы в любом случае говорим «Аллах», если вы не хотите говорить «Бог», вам не нужно этого делать. Я думаю, что все эти имена — Аллах, Бог, Деус, что угодно — все они относятся к одной и той же сущности с этими атрибутами, верно? Атрибуты — это то, что здесь важно. Есть что-то за пределами нас, более могущественное, чем мы, что создало нас и оставило нам все эти знамения. И если мы здесь, то есть причина, по которой мы находимся здесь. Так же, как, знаете, тот, кто создал эту бутылку, дал ей цель. И вообще, тот, кто создаёт что-либо, даёт ей цель, по определению. Что заставляет тебя думать, что она всё ещё здесь? Что заставляет меня думать? Ведь всё продолжается. Теперь всё продолжается. Дерево, оно будет расти там, где оно есть. Потому что я лично думаю, что ничего нет. Всё началось с крупицей энергии. Хорошо, откуда взялась энергия? Она всегда была там. Но это не имеет смысла. Могу я сказать вам, почему? Могу я сказать вам, почему? Но Бог тоже не имеет смысла. Это нормально, вы можете так сказать. Но могу я сказать вам, почему я не вижу последовательности во всём этом? Вы готовы поверить, что есть крупица энергии, о которой вы ничего не знаете? Почему мы не можем назвать Бога крупицей энергии? Я скажу вам. Я вам скажу. Я скажу вам. Я отвечу сейчас. Я отвечу без проблем. Я с радостью дам вам ответ. Она была без интеллекта, а потом просто бум, и затем интеллект создаётся из крупицы энергии, и масса создаётся из крупицы энергии. Я дам вам ответ. Без проблем. Я дам вам ответ. Ответ очень прост. Но прежде чем я дам вам ответ, я хотел бы указать на то, что вы готовы сказать, что вы верите в крупицы энергии, которая вечна, вместо веры в разумную сущность, которая имеет волю и с теми же атрибутами, верно? Которая обладает колоссальной энергией, и она остаётся вечной. Так что я вижу здесь некоторые непоследовательность. Но я отвечу вам, почему это не может быть энергией. Потому что энергия, насколько нам известно, на основе законов термодинамики не может быть создана или уничтожена. Верно? И эта энергия внутри замкнутой системы не может быть создана или уничтожена. Так что должна быть замкнутая система. Но кто создал эту замкнутую систему? Кто поставил такие ограничения для энергии? Это все вопросы, на которые нужно ответить. Так что если есть энергия, она не является сознательной сущностью. Она не может принимать решения и не может приводить вещи к существованию. Поэтому ей требуется внешнее объяснение. Так что всё это причины, по которым мы говорим, что это не может быть энергией. Потому что энергия несознательна, она не обладает волей и ограничена. Будьте честны со мной, Джон. Почему вы чувствуете, что нужно бороться? Это всё из-за того же опыта, который у вас был, который заставляет вас чувствовать, что вы... Нет, я искренне задаю вопрос. Это всё тот же опыт, о котором вы говорили, что заставляет вас чувствовать, что у вас будут проблемы, если вы примете концепцию существования Высшей Силы. Потому что, смотрите, мы не христиане, хорошо? Я уверен, вы уже знаете. Очевидно, я не похож на христианина. Так что мы не христиане. А это значит, что мы не верим в одну и ту же идею. Ислам даёт ответы, как я сделал это для вас. Ответы на идею проблемы зла или страдания, и вещей, которые происходят в мире. В других религиях этого нет, верно? Рациональных ответов на эти вопросы. Они не смогут дать вам рациональные ответы на эти вопросы. На самом деле, Коран уже готовит вас. Коран уже готовит вас. Коран говорит вам, что вы будете страдать. Аллах говорит, мы непременно испытаем вас потерей имущества людей и плодов. А затем Аллах говорит, обрадуй же терпеливых. Те, кто истинно веруют, будут терпеливы, верно? Это работает истинным образом, верно? Да, безусловно. Но это... Но это христианское. Это то, что я собирался сказать. Это христианская фраза. Это христианская фраза, мы её не используем. Я разговаривал со своей женой вчера вечером. Забавно, что это только что всплыло. Что если ты не можешь что-то объяснить... Но что я не объяснил? Зло человечества. Но я только что объяснял и говорил, что это жизнь испытания. И, конечно, тебе придётся пройти испытания. Даже если это меньше, чем зло, но даже несправедливость... Даже несправедливость, скажем, в отношении одного человека. К одному человеку, который ничего плохого не сделал. Скажем, умирает ребёнок в чреве женщины. Хорошо. Несправедливость здесь то, что... Я отвечу, на это нет проблем. Это легко. Я уверен, у тебя есть ответы на это. Так что, если у меня есть... Слушайте, если вы думаете, что у меня уже есть ответы, тогда какой смысл задавать этот вопрос? Вот в чём дело, послушайте. Это тоже работает единственным образом? Нет-нет. Хорошо, давайте будем честны, Джон. Давайте будем честны. Вы кажетесь честным человеком. Давайте будем честны. Я когда-нибудь давал вам этот ответ на любой вопрос, который вы мне задавали? Пока нет. Хорошо. Так что давайте согласимся, что у нас это не так. Я скажу вам, почему это христианский ответ. Христианство бросает вызов рациональности и логике, верно? Христианство как бы противоречит рациональности и логике. Поэтому они говорят, что Бог — это тайна. Бог — троица, это тайна. Противоречие в личности Иисуса — это тайна. Это не ислам. И теперь вы сказали «младенец», например. Когда в исламе мы говорим о младенцах или детях, в этой жизни этот ребёнок живёт не в абстрактном мире, а в мире, в котором есть другие люди. Во-первых, с исламской точки зрения, я дам вам радостную весть. В исламе мы говорим, что когда дети умирают, они сразу попадают в рай. Во-первых, эти дети не будут испытывать страданий в этой жизни, которые испытываем мы. Пророк, алейхи саляту вассалям, сказал нам, что в судный день возьмут человека, который больше всего страдал в этой жизни, и на мгновение окунут его в рай. И когда его вынут из рая, Аллах спросит его, «Ты когда-нибудь видел страдания?» И человек ответит, «Клянусь тобой, мой Господь, я никогда не видел страданий, потому что счастье хороших времён заставляет нас легко забыть любые страдания, через которые мы прошли». Так что этот ребёнок, он получит прямой билет в рай. Я бы предпочёл быть этим ребёнком и легко получить билет в рай. Я бы сказал, что это милость Аллаха, а не что-то другое. Это милость Божья к этому ребёнку. Это номер один. Номер два. Теперь, есть другие аспекты картины, которые многие люди не видят, что является испытанием для людей вокруг ребёнка. Во-первых, это испытание для человека, который совершил убийство, совершил зло и то, и это, и который стал причиной смерти. И во-вторых, это испытание для членов семьи, которые потеряли ребёнка. Так что есть много элементов. Вот почему мы говорим, что мы не можем вынимать один пазл из всей мозаики. Есть много других вещей, которые находятся вокруг этого. Есть ответы, Джон. Есть чёткие ответы, логичные ответы и хорошие ответы, которые удовлетворяют человека. В исламе я гарантирую, потому что я говорю с христианами, я говорю с каждой религией. Я долгое время говорил с людьми из разных религий. Так что факт в том, что ислам удовлетворяет ваши вопросы. Но с условием, если вы достаточно открыты, чтобы слушать, исследовать и читать, это единственное, что ислам просит вас. Или Бог просит вас сделать верно. Вы всегда можете попросить Бога о руководстве и наставлении. Вам не нужно спрашивать меня или кого-либо ещё. Если вы попробуете, вы увидите, и вы удивитесь. Есть ответы на все вопросы, которые вы задаёте. Так что я позволю вам... Я позволю вам... Может быть, у вас есть другой вопрос или что-то ещё? Метафизика — это не совсем моя специальность. Хорошо. Это твоя область. Но не настолько, я просто... Хорошо. Но я не... Я не пытаюсь этого делать. Мы просто пытаемся найти истину в некотором роде верно. Потому что в конце концов, вы пойдёте и прочитаете верно. Вам не нужно верить мне на слово. И вы увидите, что то, что я вам говорю, есть там. Коран говорит это верно. Так что это не я умный или... Я ценю это. Большое спасибо. Никаких проблем. Я прочитаю его от корки до корки. И если у вас будут вопросы, добро пожаловать. Знаете, если вы столкнётесь с чем-нибудь, то всегда пожалуйста. Можете задавать другие вопросы. У вас есть ещё какие-нибудь вопросы? Как думаете? Нет-нет, у меня их нет. Потому что я уже... Хорошо. Ну, я надеюсь, я надеюсь, что Аллах... Я надеюсь, что Аллах откроет ваше сердце. И сердце каждого. Потому что я скажу вам это. Я лично знаю людей, которые говорили, что я никогда не стану мусульманином. И всё изменилось. Так что вы никогда не знаете. Приятно было поговорить с вами, Джон. Спасибо, что уделили мне своё время. Да. Никаких проблем. Я ценю это. Было приятно поговорить. Мне тоже. Я ценю твоё время. Никаких проблем. Спасибо. Спасибо за ваше время. Пока-пока. Ас-саляму алейкум, братья и сёстры. В связи с замедлением YouTube в России и возможной блокировки, подписывайтесь на мои другие платформы Telegram и Boosty, чтобы вы не потеряли нас. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь. Иншалла в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии. Ссылку я оставлю в описании.